Хакеры взломали спутниковое телевидение России. В День Победы жители разных регионов России, включившие телевизор, увидели провокационные антивоенные сообщения. Красноярцы прислали нам фото своих экранов телевизоров. Надписи о спецоперации РФ на Украине появились в описании каналов и программ телепередачи спутникового телевидения МТС. Как сообщает МТС Сибирь, их IT-специалисты сейчас устраняют последствия взлома. А сейчас еще пять коротких новостей. Согнутые металлические конструкции, лежачие дорожные знаки и вырванные деревья. Это коммунальные последствия пылевой бури, которая пришла в Красноярск. Всего зафиксировано около 90 происшествий. Диспетчерам поступило почти 2000 обращений о поломках. По официальной информации, среди жителей города пострадавших нет. Енисей вышел из берегов во время ледохода в селе Ворогово. Это Труханский район. На реке образовался затор, вода подтопила дорогу. Пострадавших нет, дома тоже остались целы. Спасатели эвакуировали четырех человек в пункт временного размещения. Массовая драка произошла в Ачинске на выходных. Конфликт начался около двух часов ночи возле бара «Кедр». На видео слышны выстрелы. Успокаивать бойцов приехала Росгвардия. Полицейские задержали несколько участников драки, в том числе и мужчину, который, будучи пьяным, открыл стрельбу. У него дома при обыске нашли травматическое оружие. Ему грозит до семи лет тюрьмы за хулиганство. Фонтан на театральной площади запел. В репертуаре сегодня песни военных лет. Все сопровождается световым шоу. Кроме того, в Красноярске начали работать все основные фонтаны. Один из уральских экопарков атаковали сонные ежи. По словам местных жителей, они бегут от лис, которые активно на них охотятся. Выбившийся сил после ночного преследования колючих зверяков буквально клонит в сон. Сотрудники спасают их от хищников, кормят молоком, а потом возвращают в дикую природу. Животные не сопротивляются и охотно идут в руки.